Продолжение следует... Легендарный набор. В первый отряд космонавтов зачислили 20 человек. Каждый, конечно, хотел стать первым. Я для чего пришел? К выходу на орбиту готовы. Я в полярде. Зажигание. Гагарин первый. Поехали. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет. На орбите первая женщина-космонавт. Через что мы прошли, мы еще не сказали. 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» совершила полет Валентина Терешкова. Прыжок в невесомость. Где-то Земля, здесь корабль, звезды вокруг. 18 марта 1965 года Алексей Леонов впервые в истории космонавтики вышел в открытый космос. На борту корабля «Восход-2» его страховал Павел Беляев. Человек выжил в космическое пространство. Стыковка двух систем. 17 июля 1975 года советский корабль «Союз» и американский «Аполлон» состыковались на орбите. Открываю люк, вижу улыбающее лицо Тома Стафферда. Я взял его за руку и я его втащил к себе в корабль. Важное политическое событие и первый в истории пример сотрудничества в космосе. Интеркосмос объединяет. Смотря на планету, я понял, что наша планета имеет конечный размер. Конечно, я это знал, но не ощущал, так сказать, своими чувствами. С 1978 по 1988 год на орбиту, благодаря советской программе, отправились 14 космонавтов из дружественных стран. Подлетаем, так, я начал кричать, моя страна, ну вот Польша есть, смотрите, какая красивая. Все подготовлены в ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина. Тот полет был подарен нашим народам. Мир на орбите. Экипаж орбитального комплекса «Мир» приветствует вас. В 1986 году начала работу орбитальная станция «Мир». Она была обитаема 14 лет. Это была российская двухкомнатная квартира, которая полностью управлялась российской страной. Станция приняла 104 космонавта из 12 стран. Международная космическая станция. Когда мы входили вместе с Шепардом и Гидзенко, станция была относительно пустая. Можно сделать так, чтобы эта станция зажила, задышала, встала нашим домом. В 1998 году началось строительство МКС. ЦПК имени Гагарина более 20 лет готовит международные экипажи для работы на станции. Проект у нас из поколения есть и передача опыта у нас возведена в официальный ранг. Отряд космонавтов пополняется. Целью и задачей нашего подразделения остаются теми же. Подготовка летчиков-космонавтов. Центр подготовки космонавтов регулярно проводит наборы кандидатов в космонавты. И, безусловно, все эти качества, они нам пригодятся в будущем. Это одна из ступенек космоса. Новые задачи Центра. Я войду в задающее устройство копирующего типа, которое позволит мне удаленно управлять антропоморфным роботом. ЦПК имени Гагарина будет готовить космонавтов к полетам на перспективные лунные базы и в дальний космос. Когда мы отбирались в отряд космонавтов, цель такая была, мы вообще будем готовиться к полету на Луну. Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. 60 лет. Готовит героев космоса.